Мегастройка 20 века, плотину Гувера, иначе не назовешь. До нее индустриальных сооружений такого масштаба не было ни в старом, ни в новом свете. Бетонная арочно-гравитационная плотина высотой с небоскреб на границе штатов Аризона и Невада стала символом американского экономического и технологического превосходства в 30-х годах прошлого века. Сегодня уже не самая огромная плотина в мире, но по-прежнему впечатляет не только размерами, но и внешним видом. Первоначальный проект предусматривал достаточно простое архитектурное решение плотины и здания гидроэлектростанции, но многим тогда показалось, что сооружение такого значения масштаба должно выглядеть эффектно. В результате проект был улучшен, и экстерьер сооружений был выполнен в традициях архитектурного стиля от деко. Строительство дамбы началось в 1931 году и закончилось в 1936, на два года раньше запланированного срока. Мегапроект обошелся в 49 миллионов долларов, с учетом инфляции в прямом пересчете на сегодняшний день как минимум 798 миллионов, но это скорее всего очень приблизительно, более точно было бы, пожалуй, говорить о миллиардах. Высота плотины 221 метр, длина 379, ее ширина у основания 200, а верхней части 15 метров. На строительство понадобилось более 3 миллионов 300 тысяч кубометров бетона. Доктор экономических наук университета Лонг-Айленда Джонас Шайнда рассказывает о том, что со строительства плотины Гувера в США началась, по сути, эпоха крупных государственных проектов, которые способствовали во многом выходу страны из Великой депрессии 30-х годов. Большинство из этих мер были разработаны Гувером. Они включали в себя такие большие стройки, где задействовались бы тысячи и тысячи людей, и эта плотина была вот таким показательным стимулом для американской экономики. И когда она была все-таки построена, она вселяла оптимизм, так же, как и, допустим, Empire State Building здесь в Нью-Йорке. На строительстве плотины было задействовано по меньшей мере 5000 человек, но это только на самой стройке для транспортировки. Обеспечение стройки материалами и техникой потребовалось создание еще большего количества рабочих мест. Не обошлось при этом без жертв. 96 человек погибли в результате взрывов скал, оползней и наводнений. По завершении стройки плотину назвали в честь Геберта Гувера, 31-го президента США, сыгравшего важную роль в ее создании. Но открытая официально, она была уже следующим президентом, Рузвельтом. Эти кадры открытия плотины облетели тогда весь мир. За моей спиной водохранилище МИД в 48 километрах к юго-востоку от Лас-Вегаса. Оно образовалось в результате строительства плотины Гувера и теперь простирается на 180 километров, считаясь самым крупным водохранилищем на территории США. Эффект для экономики региона оказался колоссальным. С открытием плотины Калифорния, Аризона и Невада получили не только огромную электростанцию, вырабатывающую более 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Появившееся водохранилище способствовало развитию орошаемого земледелия в регионе, а также стало источником водоснабжения Южной Калифорнии и, конечно же, крупнейшего мегаполиса на западе США – Лос-Анджелеса. Эта стройка была действительно отправной точкой для нового экономического мышления. До Великой депрессии роль государства в экономике была очень маленькой, как ночной сторож. А после этой стройки государство показало, что оно может действительно направлять какие-то экономические процессы. Экономический эффект от мегастройки 30-х годов 20-го века для Невады и Аризоны сегодня к тому же исчисляется туристическими долларами. По статистике ее ежегодно посещают около 7 миллионов человек. Прогуляться по плотине, посетить посвященный ее возведению музей и сфотографироваться на память у бронзовых монументов, тоже в стиле ар-деко, с благодарственной надписью у основания, в память о всех, кто создавал и строил плотину Гувера, притворив грандиозный проект в жизнь. Евгений Маслов, Максим Овлошенко. Настоящее время. Невада. США. Продолжение следует...